всем доброе утро девочки мои ну что начинаем новое видео сегодня у меня по плану сделать уход за лицом и показать вам что из новинок я взяла faberlic ну и заодно походу поотвечать на некоторые ваши вопросы которые вы мне оставляйте в комментариях но давайте начнем с чего с чего же нам начать давайте я вам покажу сначала что я взяла из заказика а потом пойдем дальше первое что я вам хочу показать это вот эти три шага чистку лица и делаю этими шаг а шаг б и шаг ци я вам уже показывала такое это химический пилинг микродермабразия это вот микро пилинг и состерапия это вот третий шаг бальзамчик вот я кстати сегодня сделаю тоже такую чистку у меня там осталось уже немножко а это я заказала уже новое еще девочки наконец-то вот появилась я раньше пользовалась вот это средство для волос на мокрые волосы наносите вот здесь вот видите она двухфазный идет сболтнули чуть-чуть сбрызнули мол мокрые волосы они хорошо расчесываются и в общем волосам становится очень хорошо я долго пользовалась этим средством потом какое-то время его не было вот но сейчас я взяла 2 1 возможно на подарок но опять я взяла свою красочку любимую для волос беру уже сразу две штуки чтобы уже был запас это ботаника 10 0 это тот цвет который мне на волосах закрашивается дину хорошо и в общем то мне нравится это средство потому что здесь много всяких таких компонентов репейное масло масло крапивы алоэ вера фитокератин в общем мне она нравится дело для дынечки шампунь бальзам в ванной когда мы его купаем в общем-то и голову моему тела вот этим средством ну я беру здесь три плюс беру иногда другое но этот раз взяла это хорошее средство мне нравится ребенку тоже нравится ну а вот это средство я взяла по акции сейчас я вам про эту акцию расскажу это у нас кислородный энергетический бистер но это я взяла впервые будем пробовать сегодня вместе увлажняет заменяет тоник в общем такой уход вот эта акция про которую я вам хочу рассказать это новая акция появилась она вот буквально недавно с нового года в чем заключается акция вот вы делаете заказ 1 на 1000 рублей 2 на 1000 рублей и на третий заказ вы уже можете взять какой-то один предмет со скидкой минус 70 процентов и вот на этот раз я взяла вот это средство как раз но она дорогостоящие я взяла его со скидочкой 70 процентов то есть недорого но не вышло ну и новый каталожик на новый период каталог номер 2 с 1 февраля по 21 февраля вот здесь посмотрим что нибудь как работает акция я вам хочу сейчас вы просто показать вот этот вот global oxygen вот он в каталоге его стоимость которая без скидки идет 1100 рублей со скидкой по каталогу 799 но от этой цены которая без скидки берется 70 процентов отнимается и в общем это средство я взяла за 330 рублей еще девочки я хочу вам показать вот это средство которое я протестила несколько дней назад но без вас так уж получилось я хотела попробовать что из этого выйдет это крем депилятор и вот вы раньше видели я вам показывала усики я удаляла воском вот эти восковые полоски это очень болезненно и вот этот крем депилятор я попробовала на этих усиках хочу вам сказать это конечно безболезненно это лучше здесь коробочки есть вот такая лопаточка и вот этот крем крем я нанесла и там от 5 до 15 минут но мне 10 минут пришлось держать 5 минут проходит пробуйте и потом лопаточка вот так вот соскрыла соскребла этот крем вместе с волосками все умыла и потом смазала вот этим маслом это как раз масло после депиляции отлично вообще безболезненно все очень хорошо в общем буду этим пользоваться теперь мне это нравится в общем я этот крем одобрям с одобрям с но это масло тоже ну а теперь я хочу перед началом использование вот этот крем хочу все-таки чистку лица сделать сейчас мы волосики соберем сделаем что-то такое что-то такое сделаем на голове что волосы не мешали мне так все убрала у меня кстати говоря шаг а закончился еще в прошлый раз я его использовала последний там уже капельки поэтому шаг а я уже открываю новый ну а те два шага остальных я их просто ну добью уже как говорится да что осталось так шаг а я вообще наношу кисточкой я так вот на руку сделаю немножечко мне кисточка удобнее его наносить надо чтобы это не попадало еще на слизистую никуда поэтому вот так вот просто кисточка раз раз нанесла на 10 минут а потом смыть потом уже приступаем к следующему шагу вот девочки не задаете иногда вопрос вот что делать чтобы хорошо выглядеть вот уход по крайней мере чистку раз в неделю бывает конечно пропускаю раз в две недели делаю но если я пропускаю допустим вот этот пилинг по крайней мере у меня всегда под рукой есть скраб там средства три в одном я тогда по крайней мере хотя бы по скрабирую чуть-чуть чистку надо делать тем более что я например не хожу уже давно к косметологам да собственно говоря знаете я я тогда ходила когда по молодости мне эта процедура вообще была для меня пыткой потому что очень больно то есть чистили лицо вот это все давили отпаривать приходилось все это мне не нравилось но по крайней мере там чистила сейчас вот этот микро пилинг у меня очень вполне даже устраивает очень хорошо чистит лицо становится гладеньким чистеньким на неделю хватает где-то так вот так что ухаживайте девочки за лицом и будет лицо у вас прекрасным долгие годы все нанесла время засекаю через десять минут я смываю все это если кого-то заинтересовал вот этот крем депилятор три в одном почему три в одном артикул 2575 здесь масло после депиляции 2124 артикул вот такое средство все я лицо смыла беру шаг второй шаг б микро пилинг наносим на лицо я обычно наношу сначала потом начинаю массировать в общем девочки сейчас я лицо почищу и вернусь к вам опять в чем показывать кем массируется сейчас хотела ответить на какой-нибудь из вопросов потом думаю ну не хочется уже прерываться если я начну отвечать тем то надо же не продолжить не прерывая сейчас закончим уход и поговорим с вами все я умылась и теперь шаг ци наносим я кстати посмотрела у меня сейчас смотрю они неравномерно заканчиваются то ли их неравномерно использую шаг а у меня закончился прошлый раз шаг б у меня вот и сейчас использовала еще на один раз остается а шаг ци у меня тут еще пол тюбика ну я заказала сразу все они были по акции кстати говоря можете заказать там сейчас акции лет скидочка но уже скоро заканчивается этот каталожный период я что-то припозднилась ну кстати говоря очень хороший этот микро пилинг он прямо действительно заменяет процедуру в кабинете косметолога там где делаю чистку лица это вот очень хорошо можно сделать самим бальзам этот успокаивает если вы натерли сильно лицо скрабиком вот этим пилингом лицо потом начинает как бы покалывать вот этот вот сос терапия крем бальзам успокаивает лицо сейчас он впитается какое-то время сейчас я выжду и потом тогда сделаем глобал оксиджен вот этот вот нанесу я сверху бальзамчик питается лицо успокоится уже на чистое лицо хочу нанести вот этот вот кислород кислород пускай подышит лицо кислородом увлажнится хорошенечко кстати он его действие до 72 часов надеюсь хорошее средство у меня повязка все сползает и сползает куда-то она уже вся сползла я сейчас сниму я наверное сделаю может быть ободок сейчас пока выдержим чуть-чуть чуть-чуть время так ладно давайте приступим к вопросам один вопрос мне задала подписчица как вы воспитывали сына что он у вас такой хороший вот как воспитывать мальчика 45 лет чтобы вот был таким хорошим сыном как у вас девочки ну вообще хочу сказать воспитывать ребенка нужно начинать еще до четырех лет до трех лет как говорят знаете воспитывать детей а уже в 4-5 лет и ребенок уже находится в таком возрасте где он уже все понимает с ним можно разговаривать и с ним можно договариваться показывает свою власть над ребенком вы можете добиться того что он будет вам подчиняться допустим но не будет вас понимать и не будет слышать а это плохо потому что когда-нибудь он просто подрастет и в подростковом возрасте он выйдет из подчинения и все но в общем то вот такое было со мной мама у меня властная женщина была и вот для нее было важно чтобы ей подчинялись и она не пыталась дойти достигнуть взаимопонимания вот когда уже выросла взаимопонимание ну не было и это плохо в общем на наших отношениях отразилось я когда уже воспитывала детей то я старалась до поначалу где-то там я ругала их но основном за неубранные игрушки знаете бывало там никогда не я готовлю они там разбросали балуются шумят за это я могла там прикрикнуть нашуметь но уже когда они стали чуть-чуть подрастать и уже таком осознанном возрасте дети когда уже понимают русский человеческий язык то тогда уже я старалась сесть и поговорить и договориться объяснить там что-то или вот объяснить что маме там некогда мама занята я должна вам покушать приготовить да а вы должны допустим прибрать игрушки за собой старалась привлечь чтобы они мне там помогли что-то сделать но в общем я хочу сказать я и сына и дочку я воспитывала одинаково я их там не разделяла то есть вот если ругала я говорю вот вы 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 я им обращалась в основном в общем как-то так но иногда до бывало такое что могла сесть для того чтобы сесть ребенком поговорить лучше выключить телевизор все все отвлекающие моменты выключить бросить все выключить кастрюлю где вам варится ваш там суп просто сесть и поговорить если вы видите что ребенку раз сказали он не слышит два сказали он не слышит то в таком случае нужно сесть рядом с ним напротив него посмотреть чтобы он посмотрел вам глаза вы ему в глаза и глаза в глаза поговорить добиться того чтобы он вас услышал и договориться допустим да давайте сделаешь это если ты хочешь чтобы я для тебя что-то вот это вот сделал ну как-то уже как со взрослым человеком нужно договариваться вот и все ну а так то я детей не особо как сказать наказывала не наказывала нет дело в том что я знаю что наказывать ну это не совсем то что было мне нужно так как я одна в основном то растила детей да и очень часто меня не было дома я на работе или я тут дома занята в общем я старалась воспитывать в детях сознание чтобы они сами понимали что то чтобы они могли сами принимать какие-то решения ну в общем осознанность какую-то я в голове старалась взрастить и чтобы они были самостоятельными потому что я же сказала что мне очень было часто некогда и они должны были сами вот мне хотелось чтобы они сами могли принимать какие-то правильные решения вот это самое главное ну и все а то что хорошо что такое хорошо что такое плохо это в детях растят на нас пеленок самых-самых первых шагов жизни ребенок должен знать что такое хорошо что такое плохого и раньше знаете в те времена это было четко понятно что такое хорошо что такое плохо в наше современное время по моему эти понятия где-то уже в каких-то смыслах относительные ну и тем не менее то что нужно знать ребенку то ему нужно знать это нужно ему рассказывать и объяснять и все в общем разговаривать общаться с детьми надо почаще вот и все понимать что чем ребенок дышит а он добиваться того чтобы он понимал вас тоже маму это мама первый человек которого взаимопонимание с ребенком должно быть вот все ну и не знаю больше что еще сказать на эту тему много чего уже просто не могу сейчас и вспомнить но для меня важно было взаимопонимание важно было чтобы у меня с детьми не было такого отторжения какое было у меня с моей мамы на этот вопрос и ответила мне кажется а вот еще один такой был вопрос читают пишут вы мне не нравитесь в этой шапке самое первое что я читаю вы мне не нравитесь а потом же читаю в этой шапке и пальто это мне не нравится вот вы купили новые сапоги а где же новое пальто и новая шапка девочки ну так получилось что вот поначалу просто новый год вот эти новогодние праздники то да сё как то вот не не вырвались мне бы хотелось с дочкой поехать чтобы она посмотрела со стороны я могла бы давно уже съездить сама но мне нужно чтобы кто-то посмотрел со стороны чтобы со мной был и потом в раздевалку когда я иду допустим я мерю меряю одну вещь вот если там куртку пальто ну пальто можно конечно и не не раздеваясь но я помимо этого еще что-то хотела посмотреть ну нужно чтобы кто-то был еще поэтому я ну сразу не не вырвалась в общем не вырвались мы за этим а сейчас уже я уже смотрю что дело идет концу зимы у нас собственно говоря теплая в основном такое сейчас плюсовая температура на улице вот хоть конечно и грязь и серая слякоть но как-то так вот я думаю уже зима к концу подходит к следующей зиме я не знаю я думаю что сейчас уже вот просто уже выбора особо не потому что идет распродажа уже как бы нужные вещи они не заказывают магазины в основном распродают то что уже у них есть и в общем-то не хотелось бы мне наверное может быть сейчас это все покупать уже скоро вот-вот и без шапки буду ходить а с другой стороны я особо куда хожу выхожу в магазин и к дочке ездил все на такси никуда не хожу никуда не выхожу и в общем я думаю сейчас может быть даже я доношу но посмотрим как по времени будет может быть даже эту зиму доношу то что есть а на следующую зиму уже что-нибудь прикуплю новенькая а обувь для меня на первом месте мне нужно чтобы было обувь удобная потому что от обуви зависит вот эти все мои суставчики спина и и это все все головные боли могут быть того что неправильная обувь неудобная обувь и я разговаривала когда с врачом ортопеда и вот он мне сказал что обувь это вообще на первом месте должно быть от обуви зависит общее состояние здоровья и состояние и позвоночника суставов я сказала поэтому я обувь купила себе удобную дорогую пусть она дорогая но потому что редкий размер выпала сми дорогая но то что мне как раз подошло то я купила вот а вот эти вот верхние вещи которые на мне уже как бы не особо для меня не принципиально важны но если вам не нравлюсь в этой шапке ну что я могу с вами поделать ничего не могу ничем помочь не могу так ладно девочки давайте тогда уже приступим к этому следующему шагу я сейчас на голову что-нибудь другое надену ободочек возьму так я хочу вот так вот наверное сейчас соберу волосы потому что мне так будет удобнее посмотрим что это у нас такое за глобал локси джи откроем посмотрим так вот так она выглядит вот такая вот штука она в виде пены я так почитала что эту пену наносить можно а надо встряхнуть или не встряхнула вот но ну как вот как пенка до похлопывающими движениями можно нанести а можно на ватный диск и ватным диском протереть лицо ну посмотрим сейчас как произвольно я так думаю лучше нанести и потом похлопать лицо и все ничего смывать не надо остается она на лице так вот немножко подбивать надо подбиваем ну поделюсь я с вами ощущениями да вот как хорошо мне нравится когда никуда не надо спешить когда спокойно поухаживаешь за лицом особенно когда еще за этим занятием есть с кем поболтать о том о сема нашем о женском вообще приятно ну вот в кабинете у косметолога тоже любим поболтать хотя когда делают какие-то манипуляции с лицом особо не поболтаешь да так ну я все нанесла чуть-чуть похлопаем 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 так вот вообще так свежо так знаете приятно на лице свежо я думаю достаточно общем-то ой хорошо как сейчас минут пять выжду и вернусь к вам и скажу вам какие ощущения минут пять десять что прошло немножко нарисую губы а то кто то пишет где ваши губы нету губ нету губ девочки нету у меня губ нет они у меня есть ну я же их не делала значит они у меня такие челка у меня помялась ой ладно вот какая есть такая есть что могу поделать так девочки ладно отвечу еще на один вопрос а кто-то интересуется где ваша диета что с диетой и главное так пишет я вас давно не смотрела что с вашей диетой вы уже не не на диете да я не на диете девочки я когда начала диету первые две недели у меня шел спад потом у меня вес остановился потом пошел рост ну потому что перестала делать гимнастику у меня честно говоря сколько лет живу я дома начинаю когда делать гимнастику меня надолго почему-то не хватает не знаю то ли мне одной скучно эту гимнастику делать то мне нужно чтобы не кто-то подстегивал над душой стоял я поэтому хотела же пойти и записалась на занятия гимнастикой недалеко от дома тут у нас есть такое заведение но перед самым занятием вот 1 октября должно было начаться у нас заболела тренер и и все и тишина спустя два месяца я писала в чат будет ли занятие когда они будут но написали мне что пока нет пока нет ну по крайней мере чат есть я думаю что если вас обновят занятия то напишут позовут тех кто желающие имеются заниматься но пока тишина уже почти четыре месяца прошло я думаю пока не начну занятия все-таки где-то в клубе хочу заниматься возле дома недалеко чтобы никуда не ездить пешком ходить я думаю что пока вот эти занятия не возобновятся я вряд ли смогу надолго мне не хватит это диеты и еще хочу сказать конечно для того чтобы какую-то диету вообще содержать нужно обязательно все-таки и иметь какую-то хорошую мотивацию да но если у молодых девушек мотивация есть такая нравится парням там у меня такой мотивации уже нет раньше когда она была я легко очень сбрасывала лишний вес ну а сейчас вот вкусно покушать и для меня это знаете вот какая-то вот такая вот ну бальзам на душу знаете и вот в условиях вот этой вот пандемии у нас конечно много ну как сказать много таких факторов от которых настроение и так не очень хорошее да если я ем диетическую еду я вам скажу честно я эту еду не люблю я уже говорила честно что я люблю есть то что вредно то отчего не худеют по крайней мере да вот поэтому лишать себя последнего удовольствия в жизни вот именно что-то вкусненькое съесть и какое-то на время хоть какое-то удовольствие получить насладиться ну я не хочу себя этого лишать и у меня мотивация слабая для похудения сейчас так что жду я вот те времена когда все-таки я пойду заниматься и тогда уже у меня будет какой-то стимул ускорить так сказать я тогда уже буду соблюдать какую-то диету это нужно совокупности если гимнастикой не заниматься какие-то физические упражнения не делать малоподвижный образ жизни то но диета тогда должна быть еще строже очень сильно надо себя ужать но мне этого делать не хочется и поэтому я сейчас не на диете но тем не менее я стараюсь если по возможности что-то сделать более диетическое что-то где-то пропустить но иногда балую себя просто так получается что я пришла с магазина показала вам пирожное которое я купила один раз в месяц и и чебуреки которые захотела попробовать а чебуреки и последний раз уже не помню сколько лет назад кила вот это я сняла показала и мне уже начинают писать вот вы конечно если вы едите чебуреки пирожное торты то как же вы похудеете ну я же не снимаю каждый день что я ем до утром всегда у меня вся ночка на завтрак ну правда перед сном тоже люблю что-нибудь куснуть бутербродики вот сейчас есть но я же говорю я не блюдю сейчас пока что себя поэтому вот так ну и еще на один вопросик я хочу ответить мне там написала одна подписчица я почему-то так и знала что кто-нибудь обязательно мне задаст этот вопрос если не сейчас так позже по поводу прививки буду ли я ее делать девочки ничего я вам на этот вопрос ответить не могу и не хочу я никаким образом не хочу повлиять на ваше решение потому что я считаю что это решение должен принимать для себя каждый у каждого своя индивидуальность организма у каждого свое собственное личное здоровье и личная жизнь правильно поэтому решение это вы принимать должны сами ну конечно перед тем как идти на прививку вы можете просто ознакомиться допустим с мнением специалистов но в ю тубе очень много есть роликов где высказываются академики профессора вирусологи эпидемиологи можно посмотреть вот и с ними берут интервью по поводу этого что происходит да и вы можете это все посмотреть проанализировать сделать выводы для себя сами и принять свое собственное решение я считаю то что касается здоровья и жизни лично и никто не должен каким-то образом на это вот решение ваше влиять то есть это ваш выбор поэтому эту тему я уже больше поднимать не буду сами посмотрите эти ролики сами сделайте для себя выводы вот так вот ну и еще один вот этот вот животрепещущий вопрос прямо ну не терпится вот как сказать преподавателям русского языка обязательно сделать мне замечание что вот я когда говорю я за вами соскучилась я говорю на местном диалекте девочки мои я понимаю что надо говорить по вам соскучилась раз вы делаете такое замечание я хочу сразу сказать в школе вот этого мы не проходили я закончила 8 классов и потом у меня вечерняя школа можно сказать еще там два коридора или три было года не помню вот я разговариваю так как у нас разговаривает местное население помните вот вы когда выросли в какой-то на какой-то территории в каком-то городе или в селении да и вот как у вас разговаривают все так все и разговаривают также вы с детства привыкли слышать на слуху и то же самое произносить вот как я говорю так у нас разговаривает наше местное население Так я привыкла разговаривать с детства, поэтому я считаю, что это наша разговорная речь. Есть русский язык, а есть разговорный язык. Это наш разговорный язык, это наш местный диалект. Я разговариваю, как привыкла с детства разговаривать, не надо меня поправлять. Я вам хочу сказать пример. Я когда поехала в 2008 году в Москву, прожила там два с половиной года. Самое главное, что это не москвичи делали замечания, а делали такие же приезжие, как и я. Они просто нахватались всему разуму и делали постоянно замечания. Надо говорить позвонить. Ты мне позвонишь или ты мне позвонишь? Вот у нас в Ростове говорят, ты мне позвонишь? А там постоянно исправляли, постоянно делали замечания. И в общем там, когда я находилась, все время поправлялась. Ты мне позвонишь? А, нет, ты мне позвонишь? Вот это исправлялось. Вот на протяжении двух с половиной лет я там исправлялась постоянно. Особенно вот это слово, которое я запомнила. Потом, когда я вернулась опять сюда, и первое время еще я как бы говорила правильно, а потом уже вот все время на слуху, это вот неправильное выражение, да, неправильное слово, как неправильное ударение делают люди местные, да. И постепенно я опять, в общем-то, вернулась на неправильно говорящий язык. Неправильно говорящий язык. Ой, боже мой, вот это ж надо тебе такое придумать, да. Но, по крайней мере, я расслабилась здесь у себя, да. И я знаю, что здесь у нас никто никого не поправляет. Никогда не слышала, что кто-то кого-то поправлял. Вот все говорят, кто как может говорить. При том, что у нас здесь много и приезжих людей, много людей, которые приехали давно сюда и живут здесь уже долго. Много людей других национальностей, люди, которые вообще там говорят и с акцентом, и коверкают слова неправильно. Может быть, к этому привыкли уже местные жители. Никто никого у нас тут не поправляет. Все. Говорят неправильно, значит, ну и пусть говорят. Это пропускают мимо уха. Самое главное, чтобы речь была понятна, и чтобы у человека можно было понять, о чем он говорит. Потому что бывает акцент настолько сильный, что бывает даже трудно что-то понять. Я же говорю так, что вы понимаете, что я имею в виду, да. А если где-то ударение неправильное, на какое-то слово неправильно сказала, ну ничего страшного. Это можно пережить. Нужно, знаете, быть немножечко терпимее к людям, которые, может быть, недостаточно правильно разговаривать на русском языке. И если бы я захотела говорить правильно, если бы я, например, пошла бы устраиваться диктором центрального телевидения, то я бы, наверное, прошла бы обучение, да, специально для того, чтобы на центральном телевидении говорить правильные слова и правильные ударения. А я просто блогер, я просто снимаю свою жизнь. Вот какая жизнь у меня есть, такую я снимаю. Как я умею разговаривать, так я и разговариваю. И прекращайте делать замечания. Потому что, я думаю, не очень-то хорошо, когда человек поправляется. Вот сказал, как привык говорить, потом раз поправился. И вот это вот постоянно. А что в этом хорошего? Я не думаю, что это хорошо. Вот. Так что терпите меня, мои дорогие. Вот такую, какая есть. Все. Я все сказала. Все, девочки, все вопросы, которые я сейчас вспомнила, я на них ответила, дала вам ответ, по-моему, исчерпывающий. И на этом видео я свое заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. В общем, заболталась я с вами и забыла вам сказать самую главную процедуру, которую проделала я в последнюю. Вот этот вот Oxygen, Global Oxygen. Девочки, очень хороший. Мне он нравится. Лицо прям такое стало мягкое, нежное. И, в общем, оно заменять может и тоник, заменять может и крем для лица, и базу под макияж. В общем, вот такое классное средство. Да, оно очень хорошее, прям мягкое-мягкое такое лицо, нежное стало. Мне нравится. Все, ну а теперь все на этом.